Можете аплодировать, создадим настройку. Дорогие друзья, сегодня будет столько музыки и столько приветствий, что я это короткое вступление еще сделаю более коротким. В праздник колоссальной радости человек, который сегодня будет играть для вас, для нас и играет уже свыше полувека для России, сегодня отмечает в этом славном клубе свое 75-летие. У него много концертов, много всевозможных мероприятий, опять-таки посвященных юбилею. 1 октября, не забудьте, его будет юбилейный концерт в Московском Международном Доме Музыки, опять встреча с музыкантами, бесконечные концерты, сюрпризы, джемы. Все будет так, как положено. Я не буду нанизывать эпитеты, кто для нас Алексей Кузнецов. Это и наша молодость, это и наша злелость, это жизнь послевоенного российского джаза. Это первое сознание, наверное, нас, что мы тоже в этом мире можем очень многое, не только американцев, но с чего-то всегда надо начинать. Они начинают. Я очень рад, что не забыли нас поздравить наши славные, горячо любимые друзья. Я, наверное, все-таки зачитаю вот эту правительственную телеграмму, которая пришла только сегодня. Давайте все-таки сделаем приятное себе, прежде всего, что о наших любимых джазовых музыкантах помнят в Кремле. И вот так, народному артисту Российской Федерации Алексею Алексеевичу Кузнецу. Уважаемый Алексей Алексеевич, примите мои сердечные поздравления 75-летия. Вас, выдающегося музыканта и композитора, по праву считают легендой отечественного джаза. Знают и любят миллионы людей у нас в стране и далеко за ее пределами. Вы обладаете особым даром, виртуозным исполнительским мастерством, умением тонко чувствовать музыку и передавать ее красоту. Уже более полувека вы восхищаете зрителей своими блестящими джазовыми импровизациями и аранжировками, необыкновенной энергетикой и артистизмом. Пронзительные блоки мелодии в вашем исполнении украшают многие известные кинофильмы. Каждое ваше выступление на концерте, фестивале, радио или телевидении – это всегда яркое событие. Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и всего наилучшего. Дмитрий Медведев. В завершении этого вступления короткого я хочу еще раз поблагодарить большого друга Алексея Кузнецова и вообще-то российского джаза Александра Минкина. Он приходится сегодня нам более близким другом, чем всегда. Он с нами здесь. Саша, мы аплодируем тебя, приветствуем. Потому что, находясь на своем дачном участке, он позвонил в редакцию и передал поздравления Алексею Кузнецову от замечательных наших музыкантов. Вот Игоря Бутмана, Данила Крамера, но самое главное, в этой полосе, в этой газете, сегодня которая вышла, вверху полосы Геннадий Андреевич Зюганов, вот, со своими предвыборными делами. А вот под заголовком «Берет гитару и дарит счастье» удивительно точный заголовок. Это уже московский комсомолец с подачи Александра Минкина поздравляет Алексея Алексеевича, друзья. Вот, собственно, на этом я завершу. Приглашу на сцену я не Алексея Кузнецова, а хозяина этого удивительного заведения и не менее удивительного и дорогого нашему сердцу музыканта, народный артист России Алексей Козлов. Прошу. Дорогие друзья, я очень рад, что у меня предоставился такой повод высказать свое уважение, восхищение и любовь к моему старинному другу, человеку, которого я отношу, в общем, к ветеранам советского джаза. Что такое ветеран? Это те, кто после военные годы начинали вообще то, что потом стало называться советским джазом. В общем-то, все началось в 1957 году на фестивале молодежи и студентов, когда впервые выступил действительно джазовый коллектив, который собрал Саульский, и вот потом уже началась эпоха первых таких фестивалей, выездных в Тарту, в Таллинн, затем Московский, первый, потом кафе «Молодежное», это «Паэлита», потом «Синяя птица», и вот так это разрасталось, и потом уже Горький, Воронеж, Куйбышев и так далее. И везде образовались вот с легкой руки вот этих зачинателей такие очаги джазового фанатизма, которые потом принесли очень много пользы хотя бы в формировании великолепных коллективов и отдельных музыкатов. Ну, я хотел бы перечислить вот тех, кто остался еще жить на этом свете, из этих вот первых зачинателей ветеранов. Я специально даже составил список такой, если я кого-то забыл, подскажите. Но, на мой взгляд, значит, здесь без всякого непорядка я перечисляю тех, кто еще пока жив, но не всегда уже действует, но еще живой. Ну, прежде всего, это сам Алексей Кузнецов, Борис Фрункин, Алексей Зубов, который живет в Лос-Анджелесе, Николай Громин, живет в Дальне, Леонид Чижик, живет в Германии, Тарасов и Чикасин живут в Литве, Ганелин в Израиле, Давид Белощокин и Давид Гольштейн в Питере, Герман Лукьянов живет под Москвой и прекрасно действует до сих пор, Александр Гореткин, барабанщик, который начинал когда-то вот с Хроняном, Зубовым вот в этом составе, Вадим Сакон и Игорь Берухчис, этот вообще один из старейших, как пианист начинал, потом стал контрабасистом. Если я кого-то забыл, ну вот из этого поколения людей я вспомнил пока вот этих людей, и поэтому вот то, что сегодня здесь мы с вами отмечаем день рождения одного из вот этих замечательных наших ветеранов, это большой для меня праздник. Ну а сейчас я хочу пригласить на сцену нашего юбиляра, Леша, пожалуйста, и мы с ним просто сыграем очень коротко. Я хочу напомнить, может быть кто не знает, но начинал я свою джазу и деятельность не как саксофонист, а как пианист еще, кстати говоря, и ходил по халтурам подпольным, где Игорь Берухчис играл на рояле. И я стоял и смотрел, как он берет эти джазовые аккорды, потом дома пытался подбирать это все. Вот, и в результате я сначала стал пианистом, потому что саксофон в то время достать было невозможно, а потом у меня уже появился в 1957 году саксофон, изготовленный немцами с фашистским знаком, с затертым свастикой, и вот тогда я переключился уже на альтсаксофон. Ну а сейчас мы сыграем пьесу, которая вообще в те времена, она была очень популярной, и ее знали, и играли все просто, как коротенькое напоминание о тех, до тех временах, когда начинался так называемый советский джаз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Так как-то чувствуется, что 55 всего, а не какие-то 75, что там в 75, 55 просто, есть энергия, хочется играть, джаб, играть ритмично, гармонично и мелодично, это три постулата, или как можно сказать, самое главное, но ритм для меня был всегда самый главный. Я не знаю, кто, наверное, папа передал это всё мне, когда-то. Между прочим, сегодня его тоже день рождения, и он тоже Кузнецов, и тоже Алексей Алексеевич. Так сложилось, так сложилось, да. И, собственно говоря, сейчас вспоминаю, особенно когда партнёров ищут, которые так же ритмично взаимодействуют рядом, вместе понимают тебя, и всё, можно вдвоём играть за весь эркас. Собственно говоря, так и происходило всегда, когда мы играли с гитаристом Николаем Громиным, это было давно, но мы играли как два оркестра. Когда в трио играешь, может быть, фортепианное трио с гитарой, может быть, гитарное трио с контрабасом, с барабаном, когда квартеты играешь, ну и так далее, и так далее. Всё, почему я это вспоминаю и рассказываю, потому что всё это сводится к тому, что мне очень нравится сейчас программа, которую я делаю, называется «Гитарные формы». Вот о чём я хотел вам рассказать, потому что гитарные формы, многие спрашивают, а почему, откуда такое название, вроде простое, но откуда оно взялось? Да, взялось. Я вам открою тоже секрет насчёт этого, потому что эта пластинка, именно пластинка с названием «Гитарные формы», по-английски «Guitar Forms», была выпущена где-то в 61-м году. Замечательным гитаристом, который жив, дай бог ему здоровья, ему 85 уже, Кенни Муран. Это замечательный гитарист, который имеет прекрасное образование и играет на гитаре, как и классику, так и джаз, и блюз, и более современную музыку, очень разноплановую. И эта пластинка включала в себя и соло, и квартет, и с оркестром, ну и так далее, и так далее. И были раскрыты такие возможности гитарные, мне это очень было сразу, как-то, ну для меня это было, этот формат был мой. Я очень заинтересовался этим, и с самого начала ещё давно стал пробовать и соло, и дуэт, и втрио, и квартет, и различные такие формы. Самое главное, что и до сегодняшнего дня мне это очень нравится, и вот опять я пришёл к тому, что гитарные формы меня увлекают вновь. Я приглашаю моих друзей, гитаристов, те, которые приходят в великальный салон Аккорд, с которыми я где-то встречаюсь случайно в метро недавно, я кого-то встретил, он был с гитарой. Я говорю, вы в Аккорд можете прийти, это завтра будет? Думаю, конечно, придёс, и он пришёл, он совсем из другого города, но был с гитарой, но познакомить было очень интересно. Прииграли вместе. Вот такие встречи случайные, случайные встречи, порой, они оказывают большое влияние, какое-то взаимоотношение к тому, что тет-а-тет, сесть и вот мы, и вот мы начали, и вот мы начали играть. И что-то получается, и вот это важно, за это можно, как и вы, зацепиться. Ну, это я ушёл как раз в ту сторону, как говорится, то, о чём в последнее время, и тем, вернее, чем в последнее время вязали гитарными формами. Поэтому в процессе всего нашего сегодняшнего концерта мы будем возвращаться, какие-то разговоры можно вести, я вас прошу, мы как-то сыграли, и говорю, ну, приходите, поговорим, что-то расскажем, вспомним, это же интересно, это очень интересно. Поэтому начнём мы соло, как я всегда начинаю, я для вас сыграю, с большим удовольствием, а потом мы постепенно по возрастающей будем появляться на сцене и будем продолжать наши гитарные формы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Это было «Соло Гидары», но, может быть, не во всем объеме их возможностей, но так как я иногда представлял это, пьеса была написана давно, но это было «Соло Гидары», но, может быть, не во всем объеме их возможностей, она называется «Елена и Маргарита», освещение о домашнем нашем. И «Соло Гидары» мне очень нравится, но различные бывают. Здесь мои друзья на гитаре играют, это здорово, и они владеют очень многим в различных стилях, приемах. Это вы все услышите дальше. А сейчас я приглашаю на сцену гидариста моего, ну, как говорят, ученика. Я не совсем согласен с этим. Конечно, опыт передается, безусловно, но у Максима Шибина был прекрасный учитель Николай Михайлович Головня, которого, к сожалению, сейчас нету, это случилось не так давно. Он был замечательный музыкант, скромный человек и достойный педагог. И Максим учился у него, и все это превращает, претворяет жизнь. Ну, а мой опыт я ему передаю рядом, может быть, скорее всего, такой ритмический опыт. Я хочу все время ему сделать, ну, как сказать, как я говорю, подкладку, да. Блюдца и чашка. Вот он чашка и он блюдца. Потому что, да, мне только получается вместе красиво все. Максим, пожалуйста. Максим Шибин. Дуэт гитар, конечно, интересно всегда было и мне играть, и я не могу не вспомнить моего коллегу-гитариста, который живет в Дании Николая Громя, с которым мы играли очень долго вместе. Искали какие-то возможности гитары. Ну, это было давно, безусловно, сейчас время идет дальше. Но, тем не менее, мы стараемся что-то придумать, когда играем вместе, и порой у нас это получается. Надеюсь, что сейчас тоже получится. Максим Петровская Максим Грофан Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас выйдем, все будет хорошо DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья мои, я как бы выбрали гитарные формы, вот такая же форма, которая сейчас была в Песе, известная на одном, голубой коралл, 80-х годов, но у меня сегодня как обложка, я ее часто играю. И не могу не вернуться в нашей же программе, у меня есть такая целая электрониада, конечно, музыка электрона, и вот одну из ее сейчас сыграла, она называется Jazz Quizme, внимай, тебя, по-моему, если перевести, она мягкая, в мягких тонах, надеюсь, что она вам понравится. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Аплодисменты 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 Продолжение следует... 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 Я хочу некоторое предисловие. Мы с Алексеем Алексеевичем знакомы, я очень давно знаком, лет, наверное, мне было 13-14, когда я учился в музыкальной школе, два года классической гитаре. Тут я попадаю на концерт Алексея Алексеевича и понимаю, что надо переходить на эстрадное отделение. И пришел на эстрадное отделение, на джазовую гитару. И какое-то время мы не виделись, много лет. В салоне Аккорд появляются такие встречи необычные с таким человеком. И на моих глазах буквально кто-то вырастал. Мы были просто студенты, просто учились, кто-то вообще ничего не научился, походил, а кто-то куда-то двинулся. Вот взять Максима, Максима Шибина, который сейчас играл. Вот простая история его. Я помню, когда этот молодой юноша пришел, ну и играл, почти не играл, учился. То есть я не думал, что из него вырастет. Такой прекрасный музыкант. Вы сейчас слышали влияние Алексея Алексеевича, как играет Максим. Это один из лучших гитаристов джазовых нашей сцены. Вот так. Вот это конкретный пример тому, как Алексей Алексеевич может научиться играть. Он же не учит гаммам, каким-то там приемам. Мы просто смотрим и учимся просто чуть ли не движениями. Ну вы понимаете, это игра без носов. Ты просто смотришь, на глаз делаешь гир, пытаешься повторить. Я хотел бы просто... Мы всех... Самая главная интеллигентность, которой научиться невозможно. Любой скажет. Я не знаю ни одного человека, кто знает Алексея Алексеевича, чтобы сказал, чтобы... Какие-то сложности в общении, что он может быть каким-то сложным. Я хочу к этим годам быть. Надеюсь, я тоже буду играть. Я удивляюсь жизнерадостностью. Это вообще не возраст. Моему тесте 92 года, он бильярд нас щелкает в русских. Он научный работник, следит за здоровьем, за питанием. Я пока не очень слежу за питанием. В общем, планирую, глядя на Алексея Алексеевича, в будущем надеюсь. Сейчас я хочу сыграть просто спонтанно. Я вообще никогда не играл на акустической гитаре. Со сцены. Мы когда-то... У меня есть джазовый проект. Даже мои пластинки продаются. Можете посмотреть, одна из последних. Я сегодня два из всех. У меня джаз-роковый коллектив. Я обычно играю такой тяжеляк на стратокастере. Примочки. В общем, жестко я прыгаю на сцене. В общем, есть все. А сегодня я возьму такую паузу и порелаксирую. Я всегда играю в свои вещи. Я не играю в кавера. И сейчас что-то такое вот у меня нашло. Я парочку таких вещичек, таких мелодий сыграю. Первая вещь называется «Kiss and fly». В аэропорту Ниццы есть такое написание «Kiss and fly», чтобы понимать, что это такое. Поцеловаю, поцелую и улетаю. Ну что-то хорошее название. Там буквально минутку. Как у нас обычно в аэропортах. Вообще не дают заехать. А тут разрешают на минутку. Поцеловался с любимой и улетаю. Благодарю. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 еще одного музыканта, с которым я тоже очень давно знаком и у него богатая музыкальная биография. Одной из них мне запомнилось, к нам приезжал замечательный аккордеонист американский Art Van Damme, если кому это не знакомо имя, вот знаете что такое, но к сожалению был, его уже нет и все это сделал в паритете с другими музыкальный салон аккорд. Извелин Сперанский вызвал меня специально, как говорится, в кабинет и и попросил подготовить, собрать состав, который бы аккомпанировал ему. Вот здесь мне пришлось, ну, говорится, подумать и пригласить вот такой довольно тщетный отбор музыкантов. В том числе я попросил принять участие в этом аксамбле Константина Серова в линии преподавателя академии класса катары, ну и много у него других есть заслуг и я хочу, чтобы он сегодня тоже здесь у нас был на сцене и сыграл для вас. Я думаю, что это будет хорошо. Костя, пожалуйста, где ты? Ты здесь? Константин Серова. Я хочу обратить внимание на инструмент, на котором играет Костя. Вы видите, он такой довольно, ну, маленький, если простым словом сказать. Но это очень интересный инструмент и все. Валерий Гуляев здесь замечательно. Это мастер замечательный, который мне делал для гитары и гриф там, и корпус, мы все делали. Вот он, это мастеровая гитара в руках Костя. Давайте поаплодируем на Лею Гуляеву. Спасибо большое. И я хочу просто сказать, тут как-то недавно я столкнулся с такой вещью, как вылетом в другой город на самолете, и придя в аэропорт, оказался, что меня не пропускают, говорит, где-то на инструментах. Вот в этом случае я просто, так сказать, просил, подумал, вот бы такой гитар, маленькая, она небольшая, и не очень тяжелый, можно было бы проехать. А так, не пустили, пришлось брать билет. Это было оправдано, мне потом оплатили это все, но на гитару теперь можно взять билет. Она едет, рядом летит с тобой. Ты сидишь в одном кресле, она рядом. Так теперь. Костя, сейчас мы... Пианисты мы просим, пожалуйста. Олег Стариков, если здесь, помоги нам, пожалуйста. У нас такой сустав сейчас будет. Олег. Пианисты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА